Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам предлагаю нарисовать красивую сову. И для этого нам понадобится гуашь, палитра, кисточки разных размеров и водичка. Карандашом сегодня рисовать не будем, будем учиться рисовать сразу кистью. И для начала мы сделаем фон. Фон у нас будет голубой. Для этого возьмем две краски, синюю и белую. В палитру положим сначала краску, которая светлее по тону, это будет белая. Кладем сразу много краски, зачерпываем и кладем в луночку. Добавляем немного синий, не переборщите, цвет должен получиться нежный, красивый, цвет неба. Добавляем немного воды. У нас краска должна быть не слишком густой и не слишком жидкой, как сметанка. Теперь аккуратно, самой большой кисточкой, начинаем закрывать весь лист. Закрываем сверху вниз, потому что пока мы закроем до конца, сверху у нас уже все подсохнет. Введем кисть аккуратно, не трем. Если краска заканчивается на кисточке, набираем еще. Если краска заканчивается в дуночке, стараемся навести такую же. Не воды добавляем, иначе будет слишком жидкая, а краски. Белила и синюю. Поэтому лучше заранее навести побольше краски. Стараемся, чтобы не было нигде пропусков, чтобы листик был полностью закрыт. Всполоснули хорошо кисточку и убрали на край стола. Сейчас возьмем кисточку потоньше, примерно троечку или четверочку. Зачерпнем коричневой краски. Положим в палитру. Добавим воды и хорошо разомнем. В центре листа нарисуем овал. После этого нарисуем с одной стороны крылышко в виде капельки. С другой стороны только половинку крылышка. Проведем веточку близко к телу совы, чтобы мы потом смогли нарисовать лапки. С одной стороны веточка будет уже, с другой шире. И нарисуем несколько веточек от нее. Продолжение следует... Продолжение следует... Проведем. Продолжение следует... сейчас ставим небольшой мазочек посрединке здесь будет клюв потом мы его хорошо прорисуем и нарисуем два кружочка один постарались аккуратно и второй в центре поставили точечку 1 2 полоснули кисточку зачерпнули немного охры и добавили в ту же луночку где у нас была коричневая краска и небольшими мазками пятнышками закрываем нашу сову пусть будет расстояние небольшое так будет даже интереснее на крылышках и сделаем еще хвостик обратите внимание что хвостик будет за веточкой поэтому по самой веточки хвостик не ведем теперь добавляем еще охры она будет еще светлее и еще мазки по всей сове сполоснули кисточку добавили немного белой краски и и светлой краской сделали немножко мазочков на грудке и на лобики сполоснули кисть взяли самую тоненькую кисточку зачерпнули желтой краски и по глазу по кругу сделаем несколько мазков сначала по бокам вверх-вниз потом между сполоснули сполоснули зачерпнули белой краски добавили в луночку с желтой краской и между еще добавили сполоснули кисточку взяли черную краску размяли в палитре поставили на место где носик в центре глаза сделали точечки черные сейчас делаем лапки в одном месте три штучки 1 2 3 и в другой три штучки 1 2 3 такая чудесная сова у нас получается сейчас мы вокруг нее сделаем листики для этого возьмем кисточку пятерку или шестерку разминаем следите за тем чтоб с кисточки вода не текла хорошо разминаем и прикладываем если краска заканчивается добавляем еще можно сбоку добавить листочки чтобы было интереснее вот такая интересная сова у нас получилось я думаю у вас тоже получились очень красивые интересные работы желаю вам творческих успехов до свидания то есть я думаю все Продолжение следует...